Я попрошу показать сейчас наших ребят, Айдер, ты уже упоминал об этом, да, показать фотографию сюжета «Россия-1» с Ладой. А я сейчас прокомментирую. Вот она, вот такой отличный вырезка из сюжета. Нам, к сожалению, запретили показывать на нашем YouTube-канале прямого полностью этот сюжет, потому что мы как бы не ретранслируем всякие там голоса вражеские. Но, друзья, Айдер, что интересно, этого невозможно представить в Украине. Вот просто невозможно. Вот просто никогда даже в страшном СМИ такая хрень, вы извините меня, она не приснится. И украинцы. Это государственное телевидение России, не будем говорить какое. Но самое-самое главное. И оно делает сюжет о семье в Саратовской области, у которой погиб сын на войне с Украиной. Вот. И, значит, вот этот дед, который стоит, это очевидно отец сына. И это все показывается так. Вот получили они выплаты, говорит журналист, так называемые гробовые. И дальше реплика этого деда. Ну вот, в память о сыне мы купили вот эту Ладу. Вот он всегда мечтал о Ладе, именно о Белой. Ну вот, и вот мы в память о нем вот купили. И потом переключается на журналиста, и журналист говорит снова, что вот, значит, да, именно на такой машине этот мечтал, там, герой какой-то там погибший, хрен знает откуда. Ну вот, и первая поездка на ней на кладбище. Слушай, я просто охренел, когда это увидел, потому что представить, вообще, ну, представить себе украинского, там, отца, который рассказывает, что мы вот в память о сыне купили, ну, просто. Начиная от этого и заканчивая самой метафоричностью, да, то есть вот эта поездка на кладбище на Ладе, которая куплена за смерть своего сына, это, ёпарасате, да, это какой-то макабр такой. Вот, что происходит, ты можешь представить себе хоть кого-то в Украине, хоть кого-то, да, который вот так же будет относиться к своим детям, и как можно к своим детям там их относиться, я не понимаю. Вот как, как вот вместо того, чтобы плюнуть ему, этой свиньей, там, с этого пропагандисту в рожу, вот он хвастается, как бы, я просто в шоке, это, что, что это, а? Сергей, ну, во-первых, возможно, есть еще один сын, может, племянник, и рассчитывает на второй, третий автомобиль. Это ведь не каждому еще дают, понимаешь, это же вот, в телевидении приехал, значит, точно дали. А другим говорят, принесите там уши вашего сына, а вдруг он украинцам сдался, где труп, где там ботины, где там яйца отгорелые. Нет трупа, нет денег, человек, это тогда первое. Второе, мы сейчас имеем дело в этом сюжете с великой русской литературой. Скажка, если мне память нельзя, это Морозко или как-то вот так, где, ну, ему можно вспомнить, где главному герою положительному приказали дочь зимой привязать к сосне, да, в лесу, да, вот. Он и берет, и привязывает, а вливаясь слезами, и уезжает, да, вот. Но там, не знаю, там жигулей не было тогда еще, но я думаю, что если бы вот этим отцам и матерям кацабским сказали, что можно, допустим, придушить внука и получить жигули, ну, я бы за внука переживал сильно, если честно, потому что, я приведу пример, вообще не касающийся даже вот этой ситуации, а мирной жизни, там, какой-нибудь 2006 год, и мои коллеги тогдашние в Москве, и ни один, ни два раза, помню, я говорил уже это, они вслух говорили, поднимали тосты, чтобы быстрее врала бабушка, потому что у бабушки квартира на районе Арбата, и если ее сдавать, то можно не работать. Ну, то есть, они и так-то не работали. Насчет рабов я пошутил, мы не будем убрать в рабство, потому что они не будут работать, это совершенно определенно. Ну, вот, так вот, разве мечта о смерти бабушки и, значит, засынка, вот эта вот мыльница, это не одно и то же? Ну, одно и то же абсолютно, никакой разницы нет, мы согласились. Поэтому это нормально все, то есть, они даже крепостные, ведь чем отличалось рабство? Вот говорят, там, Кацапов угоняли в рабство, там, куда-то продавали в это, куда-то в Османскую империю, да? И рассказывают про Крымский татар, сказки, что вот, там, угоняли, да еще, там, угоняли, там, и так далее. Но я промолчу про то, что это были коррупционные схемы, выкупали мертвые души, это не случайно, в слове мертвые души, и, что при Иране Грозных липовых пленных выкупали, там, и так далее. На самом деле, рабство в Османской империи длилось шесть лет. Это максимально, если человек не хотел принимать ислам. Если он принимает ислам, он мог выкупиться по нормальной цене и пойти спокойно, куда, главное, глядят. Вот, рабство в Российской империи, это было рабство как животное абсолютно. Они как котята были, то есть, хотели топили их, да? Хотели их продавали, хотели оптом, хотели в рознице. Оно было наследственное и абсолютно безусподное. Поэтому, если сейчас сыну пришлось пойти, ну, а куда деваться, надо же, типа, да? Вот, убивать-то как без этого? Вот, пошел куда-то, сынок, ну, не вернулся, машинка, вот это. Раньше, это же невероятный прогресс российского общества. Раньше за уменьшим детей могли дать пизды, а сейчас дают, там, барин, да, что где-то твой пьяный там заснул, где-то там замерз, и нельзя будет продать его котят там в следующем году. Да, детей. А вот, а сейчас за это дают Жигули. Ну, я понимаю, что это машина такая инвалидная, да? Что это, в принципе, мусорный бак на колесах, там, с каким-то двигателем. Вот, но это же огромный прогресс для них. Они считают, что это, вот, Путин им принес такое, можно сына продать за Жигули. Но когда это было такое видано, это же, как, я не знаю, это после, вот, полета Гагарина в космос, это невероятное достижение России. Спасибо. Спасибо.